здравствуйте в этом видео на канале доктор скачко вы узнаете очень важную информацию а именно мнение врача-фитотерапевта с более чем 30-летним стажем как остановить пандемию коронавирусной инфекции на планете земля после того как карантин в китае не сработал и вирус вышел за пределы китая всемирная организация здравоохранения понимает что инфекция приобрела массовый характер и объявила пандемию и основных путей борьбы с пандемией 2 жесткий карантин с остановкой экономики огромным экономическим ущербом на старте или менее жесткие мероприятия при которых население постепенно заболевает приобретает иммунитет при этом экономика работает и страна остается на плаву два подхода результаты разные некоторые страны европы применили второй подход и просчитались просто если бы карантинные мероприятия были дополнены правильными индивидуальными рекомендациями с учетами местных особенностей не было бы такой проблемы и не было бы табличек не реанимировать койки некоторых пациентов просто при быстром распространении инфекции на один дыхательный аппарат 8 претендентов вы понимаете счастливчик который оказался на аппарате первым а семеро просто погибают без медицинской помощи но если учитывать местные особенности этих неприятностей можно было бы избежать в одном из своих видео я рассказал как правильно дышать чтобы опасную коронавирусную инфекцию не пропустить на первых этапах в органы дыхания остановить в начальных отделах дыхательной системы иными словами перевести опасную в инфекцию в легкий насморк заложенностью носа небольшим повышением температуры и небольшим нарушением самочувствия которые не угрожают жизни этого человека а 5 7 дней в таком состоянии и вырабатывается иммунитет иными словами ваш организм сам способен бороться с этой инфекцией если эти особенности для темпераментных итальянцев испанцев французов можно было бы применить вовремя но еще не поздно это можно сделать научить их правильно дышать и в этом случае коронавирусная инфекция останавливается в начальных отделах органов дыхания такое видео на моем канале есть ссылочку на него видите можете перейти посмотреть более подробно что и как нужно делать и самое главное почему это не домыслы доктора скачко это просто знание и использование основ анатомии и физиологии иными словами первый курс мединститута уже этих знаний достаточно для того чтобы укоротить опасную коронавирусную инфекцию мне сложно сказать почему эта информация не распространялась в этих странах но кстати на сайте amazon вы можете уже найти мою книгу на итальянском языке вирусная инфекция что делать книги на испанском французском и английском языке проходит модерацию думаю что со временем вы тоже сможете их там найти там много полезной информации которую нужно использовать просто здесь и сейчас поэтому это этот подход к вирусной инфекции может тоже состояться но его нужно вовремя применить прямо сейчас и сотни тысячи а может быть и больше жизни путь спасены а пока самая правильная технология на мой взгляд это жесткий карантин с максимальным ограничением социальных контактов когда вирусная инфекция в принципе не может распространяться и она затухает логика здесь тоже есть конечно экономические потери просто здесь и сейчас страна практически не работает или работает в очень не интенсивном режиме но это вклад в будущее потом по той простой причине что практически каждая инфекция имеет особую патогенность самом начале и чем позже от начала пандемии человек заболевает тем меньше вероятность осложнений меньше вируленность и если таким способом подойти к инфекции то пройдет месяц-два и эта инфекция мало будет отличаться по своей патогенности от обычного сезонного гриппа и вылечить будет легко без осложнений ну подходы разные каждая страна выбирает свой путь я сейчас за жесткий масочный режим я сейчас за жесткий карантин это способ быстро локализовать инфекцию сделать ее менее патогенной в любом случае ну а другие особенности как правильно себя вести какие изменения в системе питания в своем образе жизни нужно вносить чтобы коронавирусную инфекцию сделать менее опасный вы можете напомню прочитать в моих книгах на сайте amazon есть старая книга про грипп здесь тоже много информации конечно не столько под коронавирусную инфекцию но похожую вирусную инфекцию под названием грипп тоже кто у кого эта книга есть можете найти на полочке перечитайте уверяю вас много полезной информации вы получите в том числе и для борьбы с коронавирусной инфекцией но на этой позитивной ноте это видео заканчивается привычный подписчикам и канала словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения а пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео думаю что лайк на нее можно поставить можете отметить свое мнение в комментариях она очень важно и для меня и для тех кто будет смотреть это видео до новых встреч на моих видео каналах доктор скачко и школа доктора скачко это youtube а также школа доктора скачко в instagram кстати на канале школа доктора скачко есть несколько десятков видео о том как дышать правильно в зависимости от вашего пола возраста уровня здоровья и это будет тоже полезно в профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией до новых встреч и крепкого здоровья и